МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Вот о чем расскажем в этом выпуске. А будет ли праздник? Алтайские артисты и рестораторы о подготовке к Новому году. Несколько месяцев обещаний в никуда. Сколько еще? Камазом со свеклой ездить через Новороманово. Вот и начало, как «Динамо Алтай» открыл серию домашних матчей сезона. В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко. Это значит, пожилые люди не должны покидать дом без особой необходимости, а только сходить в ближайший магазин, аптеку или, например, погулять с собакой. Напомним, что режим самоизоляции для людей 65 плюс действует с весны, и его продлили до 26 декабря. Вот в Москве уже отменили новогодние гуляния. Все, кто планировал встретить 2021 в столице, кажется, могут отменять свои планы и оставаться на Алтае. У нас пока таких ограничительных мер нет. Врачи прогнозы не строят, поэтому мы решили узнать у артистов и рестораторов, ждать ли праздника и готовы ли наши жители к совместному проводу 2020-го. Татьяна Голубева продолжит. А праздновать человек хочет. Он звонит, он просит, он договаривается, ищет вместе какие-то компромиссы, решения и так далее. Все хотят Нового года, все хотят праздника, все хотят чуда. Артисты готовы адаптироваться к любым условиям, говорит Светлана. Исключить какие-то реквизиты, убрать массовые игры. Конечно, чтобы Дед Мороз со Снегурочкой были в маске, никто пока не просит. Но заказы на работу в качестве новогоднего персонажа есть. Не так много, как в прошлом году, но тетрадка заполняется. Ситуация у всех абсолютно одинаковая. То есть у всех там один-два банкета есть, а их должно на данный момент быть уже 10. У всех. 10-12. И мы в ожидании, и я так полагаю, что наши потенциальные заказчики, наши потенциальные клиенты тоже в ожидании. Ведущие праздников, а мы звонили многим, сообщать о своих заказах не особо хотят. Говорят, в открытую сейчас единицы. Кто-то боится сглазить, а кто-то, вероятно, проверок. Почти так же ведут себя и администраторы ресторанов и баров. Хотя забронировать корпоратив вполне реально. Мы попробовали в качестве обычных жителей. Нам все разъяснили. Программу выдаем с 7 до 12. Поградает музыка. А вот дискотека там, например. Ну вот дискотека. А что дискотека? Либо под закрытие будем, либо уже разрешат полностью. Не будет проверок и будем делать. Получается, уже много дней забронировано? Конечно, конечно, конечно. То есть если в ближайшее время мы там не забронируем, уже все мы не попадем, даже можно сказать. Да ну почему? Почему попадете? Правда, когда мы представились сотрудниками телеканала, в том же ресторане с нами общались гораздо менее доброжелательно. Сколько активно вообще заказывают сейчас, бронируют? Нормально, активно. А свободные еще есть какие-то даты? Есть, есть еще, да. У нас компании забронировали все свои корпоративы еще в прошлом году, в прошлом декабре. Декабрь, январь. То есть они у нас постоянные уже наши клиенты. Да, масочный режим, да, есть санитайзеры, да, проверяем температуру. Понятно, что у нас персонал, у нас потоки все разделены, они не соприкасаются там с посетителями. Поэтому, да, конечно, все нормы Роспотребнадзора мы соблюдаем. Коррективы в свои новогодние представления готовы внести и театральные коллективы, к примеру, музыкальные. Мы всегда отдыхали вместе с праздничной дискотекой после спектакля. И она проходила у нас и до часа ночи, и до 12 часов. В этом году мы, конечно же, согласно ограничениям, все мероприятия закончим в 23 часа. И в этом году у нас не будет традиционных вот этих танцплощадок никаких. Как говорится, поживем, увидим статистику. Но у эпидемиологов уже сложилась своя точка зрения на предстоящие праздники. Конечно, пока нужно поберечь себя, поберечь своих близких и воздержаться от корпоративных мероприятий. Ну а что мы поняли точно, после общения с огромным количеством артистов и бизнесменов Нового года все ждут и надеются, что празднику быть. Иначе вновь придется подсчитывать убытки, как это было весной и летом. Мы до сих пор не оправились. Летний сезон, он позволяет нам дожить там до зимы, продержаться там еще зимние месяцы, корпоративы новогодние. Понятно, все это мы как накапливаем и держимся до следующего года. Сейчас у нас такого возможности нет. Поэтому даже подумать, как это будет, но... Татьяна Голубева, Николай Шелко, Дмитрий Денисов. День с толком. На слаженную работу всех ведомств рассчитывает глава города Вячеслав Франк. Речь идет о создании ковидного госпиталя в здании посуда-центр. Работы все еще много. В первую очередь нужно провести техническое переоснащение здания. Проведут его, уделив особое внимание системам безопасности по проекту, который сейчас разрабатывается. Минздрав и Минстрой в ближайшее время определят подрядчика, а также решат вопрос аренды помещения. Почти на 3,5 миллиона рублей оштрафовали жители Алтайского края за нарушение масочного режима. Такие данные нам предоставили в судебном департаменте. Ко мне в студию присоединяется Ирина Корчагина. Ир, здравствуй. Расскажи о штрафах и, собственно, почему антимасочники являются такими заядлыми противниками режима. Лена, добрый вечер. Сейчас все расскажу и сразу обозначу, что мы обладаем статистикой только за 6 месяцев пандемии. Сейчас ужесточение масочного режима. Можно предположить, что цифры продолжают расти в геометрической прогрессии. С 1 апреля по конец сентября 4,5 тысячи жителей края получили штрафы за отсутствие маски. Среди них как юридические, так и физические лица. Общая сумма внушительная – почти 3,5 миллиона рублей. Сумма каждого отдельного штрафа выписывалась в индивидуальном порядке на усмотрение суда. Кого-то такая расплата отрезвит. Но есть люди, которые до сих пор отказываются надевать, как они считают, намордник. Свою правоту антимасочники доказывают яро. Вспомним, они уже штурмовали горы электротранс, задерживали общественный транспорт на несколько часов. Их удерживали в ловушке в трамвае до приезда полиции. Пассажирка, которая не захотела одевать маску, стоит и курит у нас в автобусе. Прям в наглую. Часто активисты ссылаются на то, что у них есть противопоказания к ношению маски, либо они не считают защитной маской то, что продают на кассах в магазинах. Одеваем маску, Вика. Нет, это не нельзя. А какую можно? Медицинскую. А у вас медицинская? Да. Покажите, Вика, покажите, какая у нее медицинская маска. Вот у вас намордник. Я в маске. Я в маске. Может, в полицию вызову? Если мы, жители, говорим, что маски вредные, если Всемирная организация ГОЗ говорит, что маски вредные, а вы не встаете на эту сторону, то это уже о чем-то говорит. Самое главное – это то, как часто их менять. Маски менять надо через каждые два часа. И сегодня нам нужно в обязательном порядке иметь суточный запас у наших ребятишек. Если они у нас пошли в школу, и кто-то еще продолжает очное обучение, мы должны понимать, если шесть уроков, то, соответственно, у ребенка, как минимум, должно быть четыре маски. Мы с вами тут движение антимасочников видели. Их аргументация, свои позиции, она, наверное, для обычного нормального человека, она представляется, наверное, странной. Но вот у них такой взгляд на жизнь. Кстати, депутат АКЗС Николай Якушев на днях предложил наказывать антимасочников работами в ковидных госпиталях края. Например, менять утки. Правда, в последнее время алтайские активисты подозрительно притихли. А вот в Красноярске прошел целый митинг против масочного режима. Интересно, что бы на это ответил блогер-садовод из Новоалтайска, который недавно похоронил свою маму, умершую от коронавируса. Кстати, в своем обращении он передал привет антимасочникам. История грустная и поучительная. Те люди, которые в это все не верят, история моя очень страшная. Я не могу рассказать всех подробностей, потому что это все-таки очень личное. Моей маме было 55 лет. Мы остались с Пашей вдвоем. К слову, за прошедшие сутки на Алтае 236 инфицированных, 15 человек умерло. Тяжело больных пациентов 643. 174 из них дышат с помощью аппарата ИВЛ. К другим темам. 23 тысячи учителей края пройдут цифровую трансформацию. До 25-го года алтайские педагоги должны научиться создавать сайты и разрабатывать онлайн-курсы. На эти цели с федерального бюджета направлено около 10 миллионов рублей. До конца года обучения пройдут первые 600 учителей. Им предстоит освоить навыки работы в так называемых онлайн-классах. Идеологически система, классноурочная система, в которой мы все выросли и учились, ей 500 лет. И довольно сложно быстро перестроиться вообще на новый формат, на новую идеологию, на новую концепцию. И, конечно, в 21 веке уже просто невозможно мыслить взаимодействие с ребенком, ребенком цифрового века без вот таких цифровых компетенций. Новые знания, по словам специалистов, пригодятся учителям и в постковидное время. Например, в рамках дополнительного образования. Опыт вот из четвертой четверти показал. Образование без опоры на живое общение, на живую коммуникацию невозможно. К нам в редакцию вновь обратились жители Калманского района. Уже 6 лет люди ждут, когда через село Новороманово круглосуточно перестанут колоннами поставлять свеклу на Черемный сахарный завод. Мария Микшута уже не раз приезжала в поселок. После ее визита людям обещают устранить проблему за неделю. Но есть ли результат? Давайте посмотрим. Машина вон застревает, во двор пытается залезть. А вот мой ребенок. Мы сходили в поликлинику. По разбитой дороге в грязи по колено, как 6 лет назад, так и сейчас, людям портят жизнь большегруза, которые по центральной улице везут свеклу на Черемный сахарный завод. Наша съемочная группа уже в пятый раз приезжает в Новороманово. В октябре людям пообещали сделать дорогу и тем самым разграничить поток транспорта через поселок. Сейчас уже ноябрь, а дороги как не было, так и нет. Причем в сентябре здесь пообещали установить дорожные знаки, но их тоже до сих пор не установили. Если у пешехода выбора особо нет, либо под колеса КамАЗа, либо в грязь, то большегруза уже несколько месяцев обещают пустить в обход. Однако фуры продолжают идти колоннами через поселок. Ну вы же сами видите, какие дороги у нас. Разбивает страшно. В темное время суток не видно ни ям, ни луж. Идешь по дороге, еще если навстречу КамАЗ идет, он включает дальний свет, ему же надо видеть, где ехать. Все, человек вообще слепнет, просто-напросто. Обольет, проблема человека, нефиг было идти по дороге. А идти больше негде. Грузовики накатывают колею, превращая дорогу в грязное месиво. От транспортных вибраций в домах звенит посуда. Он идет, она вот так вот стучит. Спать не дает вообще, мне кажется, что землетрясение началось, то ли хватать документы выбегать из дома, то ли что. Мажем, белим. Вон там, видите, какие эти. Замазываем, забеливаем. Все рушится. Они идут день и ночь КамАЗы. Скорость не сбавляют. По словам жителей, в местном сельсовете не заинтересованы ни круглосудочным потоком транспорта, ни разбитой дорогой. Краевой бюджет выделил 500 тысяч рублей на строительство памятника. 150 тысяч рублей мы должны собрать, как пожертвование жителей села. Работы по возведению памятника уже ведутся. Однако идею нового мемориала поддержали далеко не все жители. По мнению людей, на выделенные средства лучше сделать дорогу, по которой дети каждый день ходят в школу. Или хотя бы провести освещение вдоль опасного пути. Постройка мемориала людям, павшим в войне, это неплохо. Я ничего не могу сказать. Но я считаю, что для начала у нас есть более важные дела. Мы живем сами тут уже, как в войну практически. У нас дорога вся разбомбленная, как будто бы нет освещения. Дети ходят в темноте, в грязи. Поэтому и скидываться не торопятся. Люди уверены, в селе стало бы спокойнее, если бы КАМАЗы ходили потише. Для этого нужно установить знаки, но сделать это жителям предлагают за свой счет. Давайте соберемся по дорожным знакам. Насачев сказал, нужны деньги. 6 тысяч на два знака. Их два поставить нужно. 10 тысяч. Вот поверьте мне, мне есть куда деть. Если я найду эти деньги, то мне их есть куда деть. Знаки не решают вообще ничего. Ждать не стоит ни освещения, ни новой дороги. На ее ремонт нужно почти 40 миллионов рублей. Таких денег в сельсовете нет. Сейчас подморозит. Мы не можем, мы сделали дорогу полевую, напрямую. Как только подморозит сейчас, мы уйдем на ту дорогу. И минуем вообще Новороманово. Жители ждут первых морозов. Как никогда завод подарит передышку. Но только на зиму. Сделает ли местная власть хоть что-нибудь, чтобы перевозки свеклы стали тише и реже? Пока непонятно. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Грязевые реки и асфальтовые бездны. Так в Барнауле выглядит улица Гридасова. Дорога или направление, как говорят местные жители, давно не видела ремонта. В то время, как на ней, объезжая ямы, ежедневно теряют время экстренные службы. Медики и пожарные. Почему такая важная, хоть и короткая дорога, остается без внимания, когда ее сделают похожей на дорогу, а не на направление? Расскажет Никита Ермаков. Лужи такие, что можно купаться, говорят автомобилисты. Повсюду рытвены, и дороги-то почти нет. Ямы занимают сразу две полосы. Автовладельцы даже уверены, дорога в промзоне индустриального района никого не волнует. Плохая дорога, как считаете? Отпородительная. Смешат народ и все. Ужасная дорога. Надо ее ремонтировать. Здесь ездить невозможно. Ну, только на грузовой можно потихонечку. А он на легковой никак. Расширить бы желательно бы. Здесь и промзода, и стоишь, и на обочине, а машину негде проехать. Теряют время не только машины. Неподалеку пожарная часть. На этой дороге по нескольку раз в день спасатели теряют минуты, пока объезжают ямы. И вместо того, чтобы мчать к пожару, соблюдают негласный скоростной режим этой местности. Не более 10 километров в час. Кстати, сами пожарные уже несколько раз обращались в нашу редакцию с просьбой рассказать об ужасной дороге. Комментировать эту проблему им запрещено. Недовольны не только пожарные, но и медики, которые сокращают путь этой дорогой. И это не считает десятков грузовых и легковых авто. По словам местных жителей, асфальт здесь не меняли лет 10. В мэрии признают, дорога в неудовлетворительном состоянии. И жалобы на это к ним поступают регулярно. Реагируют как могут. Так, две недели назад дорогу отгрейдировали. Уже и незаметно. Качественного ремонта пока не ждать. В первоочередном порядке в план работ включены улицы с наибольшей интенсивностью движения, по которым проложены маршруты общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов. Ремонт дороги с полной заменой асфальтобетонного покрытия запланированы на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году никаких планов по поддержанию Гридасова нет. В 2021-м обещают засыпать ямы сколом асфальтобетона. Конечно, если хватит материалов, подчеркнули в мэрии. Остается надеяться, что направление все-таки дождется ремонта и станет дорогой. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком. К новостям спорта. Три гола за три минуты. Хоккейная команда «Динамо Алтай» красиво разгромила Курганский юниор в первом домашнем матче сезона. За баталиями наблюдала и Валентина Аскерова. Непривычная субатоха у входа в Титтоф-арену. Первый домашний матч сезона, тем более первый со зрителями. Не успевают еще занять места. А «Динамо Алтай» уже открывает красивый счет. В первые три минуты игры трижды расстреливают ворота соперников Курганского юниора. Оставшиеся 15 минут первого периода проходят уже не так зрелищно. Соперники, конечно, собрались уже искуснее и отражают атаку. Спокойствие и безмятежность плавно перетекают во второй период ни одного гола. Зрителям без накала страстей на ледовой арене откровенно скучно. Кто-то ушел в телефон, кто-то беседует, а у кого-то своя игра. Но есть и такие зрители, кто ловит каждое движение бело-голубых и болеет так, что аж голос срывает. «Добой, добой, добой! Давайте! Пройти! Красавчик!» «Я думала, начало матча было хорошее, наши молодцы, но сейчас уже, наверное, ушли, но и Никита спасает. Молодцы! Надо вперед идти! Хорошая я! И нам надо вперед!» «Великий у вас сын! Хоккеистов будет!» «Комментатор!» «Ну и хоккеистов, возможно, тоже, да!» «Команда выигрывает, я все время хожу на их матчи, стараюсь больше ходить. В этом году просто не было первый раз, поэтому шикарная обстановка, шикарные эмоции». «Поначалу, конечно, дали нормально прям разгону, второй период так покатались, но ничего. Сейчас третий период зажгем, хорошо пошли». «Получается, у соперников просто поддержки нет или слабая команда?» «Да, нормальная команда, просто, может, маленько подразумевались. Сейчас нагонят, я думаю. Одну шайбу-то должны забить». Болельщик Виталий как в воду глядел. Третий период оказался более живым. Сухой победы не вышло. Одну шайбу юниор все-таки забивает. Все же счет 5-1 в пользу белоголубых. Сегодня в 7 вечера на льду Титтоф-арены стартует вторая игра, а всего в этой серии будет 4 домашних матча. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и в Ютубе. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, оставляйте лайки, участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Кристофер». До встречи.